дорогие друзья приступаем к вязанию выходного дня в этот раз я подготовила для вас потрясающе совершенно красоты шарф который мы свяжем с вами в технике платирования на 2 фонтурах вязать будем из вот таких двух видов пряж здесь у меня лент кашемира 64 процента льна и остальное кашемир и 3000 метров на 100 грамм это кашемир первую нить заводим в первую самую первую а прорезь плотировочного челнока закрепляем нить на струбцине второй не заводим в центр чтобы вы не перепутали где отверстие а где отверстие b просто в центр убедитесь в том что нить попала на свое место и также видите ее в нити водитель вторую нить я также закрепляю на струбцине шарф я буду вязать на 120 игла верхней и нижней игольницы плотность набора 0 если вы возьмете пряжу с таким же метражом как у меня у вас получится такой же шикарный шарф вы можете связать его точно такой плотности и смотрите я беру вот такую 2 фонтур на ребенку почему я мою показываю потому что дополнительных грузов я пока использовать не буду они не нужны и так вопросу кстати о грузах на 2 фонтурах бытует мнение что для 2 фонтур нужно чем больше тем лучше грузов это далеко не так гребенку которую я использовала она стальная тяжелее алюминиевой и ее веса мне будет вполне достаточно переходим на вязание кругового ряда плотность 3 1 для кругового ряда если вы вяжете на машине брать от нажимаем на левую кнопку под каретка будет вязать слева направо и не будет вязать справа налево верхняя каретка нижняя каретка правый рычаг поднимаем в позицию pr каретка не будет вязать слева направо но будет вязать справа налево выполняем 3 круговых ряда отключаем все рычаги и провязываем один ряд полного пластика это когда обе каретки все иглы вяжут слева направо теперь выполним установочный ряд переведем плотность на 3 3 на счетчиках установим 0 на нижней игольницы выполняем разбор игл 2 через 1 2 иглы в работе 1 выведены из работ петлю с 3 освободившейся иглы переносим на соседнюю за свой выходной день вы не только сможете связать себе и близким по такому чудному шарфу но и еще успеете заняться другими полезными и приятными делами что ж с разбором и мы готовы приступаем к вязанию как видите никаких дополнительных грузов я акцентирую на этом ваше внимание я не использовала мне нужно и мы вяжем на плотности 33 вязать будем репсом на нижней каретке для этого на нижней каретке правый или левый рычаг установите в позицию pr абсолютно все равно где вы будете вязать репс слева или справа вяжем в моем случае 1100 рядов если вам нравится моя длина шарфа если вы хотите шарф длиннее или короче вяжите соответственно длиннее или короче мне достаточно 1100 рядов когда ваше полотно достигло пола это не повод протыкать его варварски груза ребенке подворачиваем как видите дополнительные груза моему полотну не нужны взяли обычную кухонную прищепку и зафиксировали теперь можно вязать дальше пора закончить нашу шикарную работу недостающие выдвигаем работу плотность 00 провязываем ряд справа налево устанавливаем плотность 31 коррек в положении круговое вязание провязываем 3 круговых ряда на плотности 31 обе рабочие нити обрезаем берем бросовую нить лучше всего контрастным я здесь вообще буду использовать просто обычный черный полиэстер при помощи крючка вытягиваем бросовую нить провязываем несколько круговых рядов я люблю провязывать не жалея полотно сбрасываем с игл машины благодаря тому что мы бросовое полотно выполняли на полиэстере посмотрите насколько хорошо видны петли теперь с ними будет удобно работать отпарьте шарф и хорошенько отпарьте бросовое полотно осталась сборка собрать нужно так чтобы верхний край выглядел точно так же как и нижний для этого вводим иглу и вытаскиваем ее в центр у нас очень мелкие петли видите но благодаря контрасту их в общем-то хорошо видно теперь очень важно как вы будете подхватывать петли самое неудобное это взять первую петлю ее можно подтянуть чуть-чуть иглой чтобы было видно и вот она переходим на противоположную сторону и подхватываем противоположное что же начало положено а вот теперь будем двигаться вот таким образом подхватываем петлю вот себя и вводим в центр следующей петли таким образом чтобы стежок проходил внутри с противоположной стороны сверху и в следующую из одного центра петли в другой центр петли опять же стежок проходит внутри с противоположной стороны вводим иглу в наружную петлю ту из которой вышла перед этим нить и и вводим в центр соседней петли и стежок проходит внутри и таким образом двигаемся в противоположную снаружи стежок проходит внутри и в центр следующей петли та сторона которая расположена к вам вы вводите иглу снаружи и выводите в соседнюю петлю стежок внутри противоположная сторона снаружи снаружи вводим в соседнюю петлю снаружи после того как шов выполнен удаляем бросовое полотно и после удаления мы получили вот такой идеальный край который никак не отличается от наборного осталось отпарить наш замечательный шикарный шарф он поистину шикарен и носить вакет вакет Субтитры создавал DimaTorzok